приветствую вас на канале профи очередной обзор на этот раз паяльная станция када 9803d плюс расскажу и покажу о комплекте поставки как и пользоваться и тесты на скорость нагрева розыгрыши никуда не денутся поэтому в этом и последующих обзоров они будут ну а мы начинаем комплект поставки паяльник фен держатель фена подставка для паяльника насадки для фена силиконовый коврик паяльная станция сетевой шнур и инструкция на англо китайском языке инструкция на русском есть в нашем интернет-магазине и так паяльник стандартного типа силиконовой насадкой для удобства удерживания в руке так как паяльник типовой то и процесс смены жала и сами жала такие же что касается нагревателя он тут бюджетные поэтому ждать сверх скорости нагрева не стоит коннектор подключения популярный подставка пластиковая то есть бюджетная как и цена самой станции с целлюлозной губкой в комплекте паяльник в такой подставке держится крайне свободно это неприятно но обосновано опять же ценой что касается фена популярный турбинный корпус из термопластика и металлическим кожухом нагревательного элемента на который просто надевается насадки разъем похоже на разъем паяльника но перепутать их не получится сама станция выполнена из металла в который интегрирован станок для разбора модулей или в станке интегрирована паяльная станция как кому удобней на фронтальной панели расположены три цифровых дисплея фена паяльника и платформы нагрева кнопки управления феном кнопки управления паяльником кнопки управления верхней платформы нагрева разъем подключения фена и его выключатель разъем подключения паяльника и его выключатель выключатель платформы и выключатель вакуумного компрессора отверстия для калибровки температуры паяльника и фена по бокам ребра вентиляции и резьбовые отверстия для установки держателя фена. С тыльной стороны сетевой разъем. Крышка быстрой замены предохранителя и выключатель станции. Управление. Включаем станцию. Включаем фен. Не снимая фен с держателя, можем сразу выставить необходимую температуру. Нажав 1 град на звездочку, можем задать скорость потока воздуха. Где 1 это минимально, а 10 это максимально. Чтобы активировать фен, нужно снять его с подставки. Непосредственно при работающем фене можно также выставить необходимые регулировки, температуру и скорость потока воздуха. Отключается фен при установке его обратно на держатель и достижении минимальной температуры 8 градусов. Паяльник. По паяльнику все просто. После его включения он сразу же нагревается. Выставляем необходимую температуру при помощи кнопок стрелки вверх и вниз. Верхний нагреватель. Управляется идентично паяльнику. Верхний порог температуры 150 градусов, а нижний 50. Ну и красный выключатель. Как и говорил ранее, это вакуумный компрессор, который всасывает воздух через отверстие в платформе. Он необходим для фиксации дисплейного модуля при его разборке. Тесты скорости нагрева. Паяльник. Фиксировать результат будем как только расплавится припой. Это будет объективней, чем термопара с погрешностями и неоткалиброванной температуры паяльника. Старт. 33 секунды. Фен. А для замера скорости нагрева фена будем использовать вот такую термопару. Она имеет большую площадь нагрева, чем традиционная проволока. Фиксировать будем при температуре 250 градусов на мультиметре, так как станция не откалибрована. Старт. 18 секунд. Далее набирается с трудом и тормозится почти на 280 градусов. Это и есть признак отсутствия калибровки, ну и плюс погрешность термопары. В общем, вот такая сборка двух оборудований паяльной станции и станка для разбора модулей получилась у производителя КАДА. Какие-то смешанные чувства. Начнем с плюсов. Главный плюс это два оборудования в одном корпусе, а значит больше свободного места на рабочем столе. Цена выходит дешевле, чем приобретать по отдельности паялку и станок. Простейшее управление. Наличие калибровки. Из минусов. Скорость нагрева паяльника и фена. Можно было бы и побыстрее. Отдельно паялки в бюджетке греют быстрее. В остальном придраться не к чему. Опять же, учитывая стоимость. Как по мне, она найдет своих покупателей, особенно будет актуально для начинающих, у которых нет широкого бюджета, да и которым на начальном этапе скорость не так важна, как наличие возможности получить больше за меньшую сумму. А как вам такая интеграция от Када? Пишите в комментариях. Ссылку на нее оставлю в описании. Ну а теперь о розыгрыше. Два приза и два победителя. Первый получит станок для разборки сенсорных модулей 11 дюймов вакуумный. А второй 1000 рублей на счет мобильного. Для участия в розыгрыше нужно быть подписанным на наш канал, обязательно открыть свои подписки, поставить лайк видео, а также оставить комментарий по теме видео. Условия продублирую в описании. На этом я с вами прощаюсь. Всем мира, удачи, прямых рук и до новых выпусков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok